Приём документов, разъяснение некоторых нюансов и положения отправки мусульман из Ингушетии в святые места. В комитете по хаджу с самого утра кипит работа. На текущий год для наших паломников выделено более 1300 мест. За грамм паспорт, фотографии, 3х4 ксерокопия российского паспорта и средства на оплату билета. По поручению главы региона Махмуда Али Калиматова для паломников организован прямой рейс из аэропорта Магаз. Примой рейс из аэропорта в Сауде нахдагу болжи уағуи тэнмағы бүға езір бүға бәа доллары мағбытсын. Така шуалағы негбэ таганы комбинирован енті юақтынағы. Така вейтігері мін вадияқч мэттер Дубайы ваға сұлты ятсы ечірі автобусса наххалч болуғыч. Саблюсти один из пяти обязательных столпов исламо хочется к каждому. Верующему там мусульманин остаётся один на один со своими деяниями. Путём искреннего покаяния может очиститься и переродиться духовно. В Мекку и Медину, где 14 веков назад только становился ислам, был неспослан священный Коран. Это земля, где ступал, жил и похоронен любимейший верующими пророк Мухаммад. Да благословит его Аллах и приветствует его члены семьи из подвижники. Прием документов, ваға сұлты яғы. Геркхайы. Цегдентция их еса, ваға мәкдага их еса ға дуқиатс. Продолжение следует... Паломничество к исламским святыням продлится больше двух недель. За это время пилигримы успеют провести все ритуалы хаджа. Бег между холмами Сафа и Марва, стояние на Арафате и в долине Мина. Ночевка в месте Муздалифа. Все это верующим еще предстоит пройти. Также в Мекке хаджи совершат жертвоприношение. А пока нужно поспешить. Время на подачу документов осталось мало. Паломничество к исламским святыням продлится. И то сейчас в Комитете по хаджу спешат обрадовать наших паломников. Паломничество к исламским святыням продлится. Паломничество к исламским святыням продлится. Паломничество к полету не допустят лиц, чьи счета находятся под арестом Палома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Новости 24